Есть разные шутеры, например, CSGO, Valorant, тот же самый Майнкрафт. Для Никиты Кухарь это первое трудовое лето. В 14 лет он зарабатывает на карманные расходы не как все. Подросток разбирается в компьютерных играх и проводит экскурсии в фиджитал-центре. Необычную вакансию предложили в отрядах мэра. С родителями пришел, смотрели мы, значит, куда я пойду. И знали, что есть на набережной какой-то центр. Я не знал, что будет здесь, и из-за этого я пошел именно из-за интереса. Я проводил экскурсии, показывал, какие зоны здесь есть. VR, Xbox, Nintendo, разные игры, шутеры. Помогал включать компьютеры. Это возможность попробовать новые направления, которые есть в современном спорте. А также попробовать новое какое-то оборудование, которое есть у нас в фиджитал-центре. И на основе которых проводятся сегодня современные мероприятия. В том числе и спортивные. Один клик и вся информация в базе данных. Работать с гаджетами решила и Таня. Ее бригада проводит социологические опросы, учит серебряных волонтеров пользоваться смартфонами и заполняет электронную книгу памяти о тружениках тыла. Это еще одно цифровое направление трудоустройства. Я поборола свой страх, что я боюсь подходить к людям, что-то у них спрашивают. То есть теперь я на улице подхожу, могу спокойно спросить. Потом еще я научилась работать больше с таблицами, потому что раньше какие-то навыки не умела применять, сейчас умею. И научилась подавать заявки на некоторых сайтах, помогать серебряным волонтерам. На работу у подростков уходит три часа в день. За одну десятидневную смену они зарабатывают от четырех до шести тысяч рублей. В 2024 год запланировано и будет трудоустроено пять тысяч ребят. В первую смену, да, в июне у нас трудоустроено 1950 ребятишек было. В этой смене, которая уже подходит к концу, тоже 1950. И в августе, в последнюю трудовую смену, мы трудоустроим 1100 ребят. Все вакансии ребята могут посмотреть на сайте отряды мэра.рф. На это лето все бригады уже укомплектованы. Запись на следующий год откроется весной 2025-го.